Фестиваль музыки и настроения. Так позиционирует себя традиционная мусс-парковка, которая четвертый год проходит в литературном сквере возле памятника Бурылину. Целый день здесь работают разные тематические площадки. Ребята всех возрастов найдут себе занятие по душе. Сегодня были новые танцевальные мастер-классы, которые позволили народу очень активно себя проявить, зарядиться настроением. И новая площадка будет литературная. То есть это будет такое бесцеремонное чтение, без особенных церемоний. Любой человек может выйти к микрофону и прочитать свое любимое произведение. Единственное ограничение – это страницы полтары текста. До начала концерта большая часть ивановцев собралась в зоне подвижных игр. В введении этого года – гигантские шашки. На огромном поле можно сыграть как в классическую версию, так и в уголки. Здесь у нас шашки, можно поиграть в уголочки. Это расставляется по 9 шашек на угол. И, например, синие там, а белые здесь. И нужно их поменять местами. По соседству команды упражняются в ловкости на гигантской дженге. В привычной версии настольной игры соперники по очереди извлекают из башни фрагменты. Нужно сделать так, чтобы конструкция не рухнула. Первые три ряда сверху трогать нельзя. Остальные ряды, из остальных рядов нужно вытаскивать блоки. Выталкиваешь их, берешь и ставишь наверх. И образуешь сверху ряды. Для самых маленьких гостей устроили шоу мыльных пузырей. Яркое зрелище собрало несколько десятков человек. Отдохнуть от активных развлечений можно в зоне деревянных игр. Правила простые, выполнить задания сможет каждый. Впрочем, есть ограничения. Участники старше 10 лет. Здесь формат сегодня гейм-зоны. Выставила народ, приходит, играет, радуется. И выиграть в них очень легко и просто, поэтому играть достаточно интересно. На музпарковке можно не только здорово провести время, но и встретить друзей, послушать музыку и научиться чему-то новому. Здесь и мастер-классы, и зоны с напитками, и уличной едой. Все, чтобы гости не скучали и чувствовали себя комфортно. Тут на самом деле очень интересно. Мы сразу пошли на мыльные пузыри, как только увидели. Еще там литературная площадка, как я поняла, она скоро работает. Значит, мы туда, наверное, тоже пойдем. Очень классно здесь. Ну, вообще, всем советую. В прошлом году было мероприятие поменьше, сейчас оно выросло. Приятно наблюдать такой рост. И интересно сюда приходить. И мне кажется, в следующем году, если будет проводиться, то мы обязательно тоже придем. Мы очень много где участвовали, и в играх, и в танцах. И сейчас будем проводить мастер-классы. Какие мастер-классы будете проводить? Мы будем делать ловцы снов и браслеты. В этом году на музпарковку заглянули несколько сотен человек. Свою прошлогоднюю цель организаторы выполнили. Создали поэтическую зону. К следующему году обещают сделать фестиваль еще круче. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.